Здравствуйте. Еще раз позвольте поприветствовать тех, кто посетил своим присутствием и удостоил своего внимания эту конференцию, потому что речь идет об очень важной проблеме. Позвольте мне учитывать то, что теоретические аспекты в значительной степени уже были освещены на этой конференции, остановиться больше на своем опыте. Позвольте. Если мы возьмем условно, что примерно половина из них составляют мальчики, 16,5 примерно миллионов, то при распространенности синдрома ломкой хромосомы Х 1 на 4000, это средняя цифра, мы знаем, что распространенность варьирует от 1 на 2500 до 1 на 6000. Ну вот возьмем средняя цифра, 1 на 4000. Не сложно сделать перерасчет, и мы увидим, что в Российской Федерации должно быть примерно более 4000 больных с синдромом ломкой хромосомы Х детского возраста. Однако опыт показывает, что вот за 29 лет, за эти 29 лет я занимаюсь данной проблемой, наблюдаю этих детей и работаю в федеральной клинике с 1991 года. Нами наблюдалось не очень много больных. Это связано с теми проблемами в диагностике, которые уже освещались на круглом столе. Но на сегодняшний день мне бы хотелось в своем докладе остановиться на том, как мы пытались решить эти диагностические проблемы. И поскольку я клиницист, то, конечно же, мы начали решать проблему диагностики синдрома ломкой хромосомы Х с клинической диагностикой, с вот этого первого этапа, с которым сталкивается врач-клиницист. Также, очевидно, поступали и зарубежные специалисты, и очень многие использовали шкалу фенотипического отбора, которая была предложена Майерс с авторами, опубликованную в 2000 году. Она включает представленные в таблице 28 признаков синдрома ломкой хромосомы Х. И принято за каждый признак, за его наличие у пациента присваивать один балл. И если количество баллов превышает 17, то больному уже рекомендовалась лабораторная диагностика синдрома ломкой хромосомы Х тем или иным методом. Однако, как отмечают авторы, опыт использования данной шкалы давал только 2% больных, которые были направлены на молекулярно-генетическую диагностику, и только 2% подтверждения диагноза. Это очень немного. Мы, конечно, можем думать о том, что врачи старались не упустить какие-то случаи и иногда направляли при минимальном подозрении на диагноз. Но, тем не менее, эффективность молекулярной диагностики была невысока. Стояла перед нами задача повысить эффективность фенотипического выявления синдрома ломкой хромосомы Х, что побудило нас создать собственную шкалу, диагностическую, авторскую шкалу. Эта шкала разрабатывалась с нами в содружестве с другими специалистами, в том числе с присутствующими здесь клиническими психологами, в частности, со Светланой Тюшкевич, которая вложила существенный вклад в разработку психологических признаков, учитываемых в данной шкале. Особенности этой шкалы были не только в учете максимально возможного числа специфических признаков заболевания. Мы отобрали 23 клинических признака. Но мы еще пытались каждой из этих признаков количественно оценить, количественно оценить его экспрессивность, используя больную оценку. Но примеры того, как мы раскладывали выраженность каждого признака на баллы, представлены здесь, вот для двух признаков. В частности, вы видите, как мы оценивали экспрессивную речь. Максимальный балл давался, когда речевой активности не было вообще. Если у ребенка присутствовали некие звукокомплексы беспредметной несенности, это было меньше баллов – 4. Если присутствовали эквиваленты слов, то 3 балла оценивалось нарушение речи. Два балла, если присутствовали отдельные слова, но не было фраз. Один балл, если фразы имели место, но тем не менее, все-таки речь не соответствовала возрасту. Но и ноль баллов было, если речь не отличалась от возрастной нормы. Лицевые микроаномалии оценивались немножечко по другому признаку. Брался полный набор лицевых микроаномалий, специфичных для данного заболевания. Из-за намечения каждого из этих специфических признаков присваивался один балл в сумме. Если все признаки присутствовали, и выступающий подбородок, и загнутый низ кончик носа, и большие оттопаренышные раковины, и выступающие локле удлиненное лицо, то, значит, было 5 баллов оценка лицевых микроаномалий. Если меньше, то, значит, меньше. Вот таким образом мы разложили на степень тяжести 23 клинических признака, какие именно представлены в следующей таблице. Раскладку каждого из признаков в одном слайде представить невозможно, но, тем не менее, все 23 признака перечислены здесь. Я еще раз хочу поблагодарить присутствующих здесь психологов за то, что сфера психологическая была очень четко и конкретно оценена. От оценки таких признаков, как гиперэстезия, в предактивном контакте, до таких специфических особенностей речи, как тахилалия, таких как награмматизм, речевые персеверации и эхолалия. Ну и, конечно же, мы, кроме психологической части, исследовали неврологическую сторону фенотипа. Это стереотипы, симптоматическую эпилепсию, такой признак, как гипотония мышц конечностей. Признаки, которые можно было сгруппировать под названием общим признаки поражения соединенной ткани, такие как плоскостопие, гиперастяженность кожи, гипермабильность суставов, нарушение осанки, пролапсы клапанов сердца и нефрактоз. Оценивались нами еще и такой признак, как макроархизм. И хочу обратить внимание, что мы оценивали также антропометрические параметры. В частности, как вы уже знаете, для данного заболевания характерны высокие параметры физического развития, то есть увеличение длины тела и увеличение окружности головы. Вот набор таких признаков, максимально нам оцененных и суммированных, максимально нам давал около 70 баллов. Общая суммарная оценка их степени выраженности. И если пациент набирал 20 баллов и более, вот именно этих пациентов мы далее брали для дальнейшей молекулярно-генетической диагностики. Здесь я просто хочу продемонстрировать вам, как распределились диети, оцененные количественно по отдельным признакам. И мы видели разные здесь распределения. Вы видите графически представленные они в виде вот этих линий тренда. Разные типы распределения. И я хотела бы сразу в качестве самокритики, может быть, отметить, что не все признаки, может быть, нам были учтены в данной шкале. Вы видите в части таблицы, суммарной таблицы, где были представлены первичные данные исследований, вы видите вот эту вот вторую колонку, здесь и здесь, где мы отмечали неучитыванные по шкале признаки. У части детей наблюдались воронкообразной деформации грудной клетки, криптоархизм, такие признаки, как гипоскоподия, удвоение чашечно-лоханчной системы почек, дисплазия тазобедренных суставов, открытое овальное окно и прочие аномалии. В этой таблице первичных данных хотелось бы обратить внимание на то, что суммарная оценка, это вот эта вот колонка, это и это, очень широко варьировало. Да, мы брали здесь детей свыше 20 баллов, кроме девочек. Девочки учитывались и с меньшей выраженностью фенотипа. Но при этом наблюдали очень однородную, и об этом уже психологи говорили, очень однородный уровень всех детей по их оценке невербального интеллекта. он не широко варьировал. И где-то около 47, ну от 40 до 50 одного баллов примерно вот так вот варьернул. Вы видите, это вторая, третья, простите, колонка, невербальный интеллект. Это, наверное, естественно, потому что у всех этих детей происходит генетически одно и то же событие, перестает функционировать, перестает подвергаться транскрипции ген ФМР1, и примерно одно и то же происходит в клетках организма, да, перестает вырабатываться кодируемый данным геном венок. То есть происходит примерно одно и то же событие. Мне бы вот после демонстрации первичных вот этих данных, части первичных данных, хотелось бы отметить, что все-таки, когда мы отобрали детей согласно нашей количественной шкале, фенотипической шкале, мы получили более высокую эффективность молекулярно-генетической диагностики. Экспансия перенуклеотидных повторов у отобранных нами детей была обнаружена в 40% случаев. И это указывает на такую эффективность, пожалуй, созданной совместными усилиями ряда специалистов, участвующих в этой работе, на эффективность фенотипического отбора согласно вот нашей шкале количественной оценки фенотипа. То есть уже не в 2% случаев, а в 40% случаев мы получили молекулярно-генетическое подтверждение диагноза. Сопоставление клинических и генетических данных привело к тому, что мы попытались сравнить, статистически сравнить, тех больных, у которых подтвердился молекулярным методом диагноз синдрома ломкой хромосомы X и тех детей, у которых он не подтвердился, сравнить по всем признакам, учитываемых в нашей фенотипической шкале. Оказалось, что по ряду клинических признаков это сравнение очень имеет высокую статистическую достоверность. И эти признаки мы решили считать наиболее важными в клинической диагностике синдрома ломкой хромосомы X. В частности, это нарушение зрительного контакта, гиперестезия при тактильном контакте, это тахилалия с характерным затуханием к концу речевого высказывания речи, это специфические стереотипы, наблюдаемые у детей с синдромом ломкой хромосомы X. Эти стереотипные движения образно говоря напоминают взмахи кистями. Некоторые родители характеризуют эти движения стереотипные как взмахи крылышками. Это речевые персеверации, холонгии, такой признак фенотипический, как макроархизм. Конечно же, комплекс лицевых микроаномалий и слинитно-тканные нарушения. Кроме охарактеризованных по шкале признаков, группа детей с наличием мутации в гене ФМР-1 и без нее, то есть неподтвержденных детей, отличались тоже статистически достоверно по наличию или отсутствию регресса психического развития. Надо сказать, что регресс психического развития в анамнезе у детей с синдромом ломко-хромосомы X не наблюдался ни у кого фактически. А также эта группа детей отличалась от тех, у кого диагноз не подтвердился, по наличию в родословной определенных клинических признаков. В случаях ранней менопаузы в родословной и случаев синдрома тремора и атаксии в родословных. Наверное, это ожидаемые вещи, просто нами это было статистически подтверждено. Набор признаков, которые вы видите на слайде, как клинических, так и анамнистических, наверное, нужно считать наиболее важным ведущим набором признаков для выявления группы детей, подозрительных на диагноз синдрома лонкохромосомы X и использовать их для направления на соответствующие молекулярно-генетическое тестирование. Вот такая работа нами была проведена по клинической диагностике. И позвольте несколько слов сказать о том, как мы осуществляли диагностику молекулярно-генетическую. Но не только молекулярно-генетическую. Перед этим я несколько остановлюсь на генеалогическом анализе. На самом деле очень давно в литературе существует вот такая очень полезная таблица, которой мы пользовались и не сочни необходимым что-то свое разрабатывать, потому что она очень оказалась эффективной в этой таблице, предложенной зарубежными авторами. учтены те признаки, которые следует выявлять у родственников родословных детей с синдромом ломкой хромосомы Х. Этим мы и занимались. Нами было проанализировано к сожалению не полный, но не полностью все те случаи, которые мы наблюдали, но большая их часть. Мы проанализировали 87 родословных и я здесь привожу вам примеры тех родословных, где мы прослеживали различные упоминавшиеся сегодня фенотипы вот семей детей с синдромом ломкой хромосомы Х. Для родителей присутствующих здесь я обращаю внимание на легенду, представленную в правом нижнем углу и отмечаю, что индивидуумы с синдромом ломкой хромосомы Х отмечены черным цветом в этих родословных индивидуумы с синдромом тремороатоксии имеют вот такую вот пометку в виде коричневого цвета вот такую пеструю окраску это те индивидуумы, которые имели раннюю не на паузу и те индивидуумы, которые имели кондитивные нарушения легкой степени серого цвета. Вы видите, что в родословных наблюдались все указанные фенотипы и это нам тоже очень помогало в диагностике на этапе доприменения молекулярно-генетических исследований. Суммарно в данной табличке я представляю наблюдавшиеся в родословных фенотипы по результатам анализа 87 родословных. Здесь представлены данные по состоянию здоровья родственников второй, третьей степени родства по отношению к парабандам нашим. Это лица женского пола, это лица мужского пола и те фенотипы, которые мы у них наблюдали. Это было и раннее начало менопаузы, это и были заболевания плавых органов у женщин, отличающиеся от раннего начала менопаузы, такие как дисфункции яичников, миомы. Несколько пациентов у меня умерло в раннем возрасте от онкологических заболеваний женской половой сферы, и они также вошли в данное число пациентов. Но и лицевые микроаномалии также наблюдались как у женщин, так и у мужчин, членов семей детей с синдромом ломкой хромосомы X. Итак, клиническая диагностика, диагностика при помощи генеалогического метода анализа родословных и далее методы, которые мы для диагностики применяли, были следующими. Поскольку работа наша началась еще до открытия, до создания молекулярно-генетического метода исследования тренуклативных повторов в гении ФНР-1 в его промоторе, то позволю себе привести вот такой в историческом контексте древний метод, который мы использовали. Мы использовали цитогенетический метод. И в лаборатории молекулярной цитогенетики нервно-психических заболеваний института педиатрии нашего руководимой Светланы Григорьевны Варсановой был предложен на раннем этапе еще в прошлом столетии, был предложен и развит такой метод с использованием технологии флуоресцентной гибризации инситу, при помощи которой мы выделяли в метафазных пластинках саму хромосому Х у пациентов. Лучше видно на негативе справа. И это позволяло нам выявлять статистический филомен ломкости этой хромосомы Х, пользуясь комбинацией соответствующих технологий, при помощи культивирования этих лимфоцитов периферической крови от этих детей на фалан дефицитных средах и при помощи дополнительного выявления хромосомы Х при помощи технологии флуоресцентной гибризации инситу. Надо сказать, что в разработке этого метода приняла еще ведущая участие лаборатория научного центра психического здоровья. В то время она руководилась Юрием Борисовичем Юровым, к сожалению, ныне покойным, который именно и создал вот эти зонды для фиш-диагностики. Но далее, когда была разработана технология молекулярно-генетической диагностики при помощи ПЦР, мы уже, конечно, перешли на эту новую технологию. И здесь представлены примеры анализа числа треноплиативных повторов промотори гена ФНР1 методом ПЦР у детей слева с синдромом ломкой хромосомы Х, у мальчиков, справа у их родственников. Дело в том, что у мальчиков с синдромом ломкой хромосомы Х число треноплиативных повторов настолько велико, что лучше для их визуализации применять электрофорез в огорозном геле. Это такая технология визуализации, которая позволяет увидеть фрагменты ДНК с очень высоким числом треноплиативных повторов. Здесь представлены фрагменты 340 и 280 треноплиативных повторов. У лиц женского пола с преэмутацией мы пользовались визуализацией этих треноплиативных повторов при помощи электрофореза с помощью сиклинатора. И здесь представлена диагностика нижней части преэмутации генов МР1 у женщины с числом повторов 70. Это ее хромосомы Х с преэмутацией это число повторов нормальное 27. У женщины жидкие хромосомы Х. Это маркер который просто соответствует хромосоме Х. А это другая женщина с нормальным числом повторов в одной из хромосом Х 28 и с экспансией 101 повтор в другой хромосоме Х. Вот эта технология позволила нам более эффективно проводить диагностику и как я уже упоминала экспансия тренок лазинов повторов была обнаружена в 40% у наших у когортей больных детей в 40% случаев отобранных благодаря строгому клиническому отбору и конечно же мы приступили к обследованию родственников этих детей тому самому каскадному скринингу который уже сегодня упоминался пример этого каскадного скрининга я привожу на этом слайде одна из семей красными звездочками помечены те индивидуумы в данной родословной которые подверглись исследованию и мы видим увеличение числа 3-нуклеотидных повторов в гене ФМР1 при передаче от бабушки от бабушки по материнской линии у которой 70 повторов матери у которой 101 повтор вы на предыдущем слайде видели их же это дедушка представлен у него число повторов в его единственной хромосомии X нормальная 28 а это марктеры соответствующие хромосомии X и хромосомии Y а здесь вы видите пробанда у пробанда число пренуклеотидных повторов было столь велико что мы просто не могли их визуализировать подобным образом и нам пришлось использовать визуализацию при помощи электрофореза в огорозном геле вот так нами осуществлялся каскадный скрининг и эффективность этого каскадного скрининга как уже сегодня отмечалось неоднократно очень велика оказалась у нас это было 84% обследованных родственников у нас 84% удалось диагностировать либо полную мутацию либо при мутации генов генов НР1 нами на очень небольшом числе детей осуществлялось также исследование инактивации хромосомы X статуса инактивации хромосомы X и это были женщины не с полной мутацией о которых сегодня уже упоминалось другими докладчиками это были женщины с премутацией генов Группа исследованных была не очень велика всего 19 женщин и полученные нам может быть на не очень большой группе результаты несколько противоречили многим другим исследователям которые полагают что для заболеваний связанных с экспансией синдром генов НР1 характерна случайная инактивация хромосомы X наши данные говорят о том что пожалуй в большинстве случаев она не случайная она да слышно меня коллеги слышно да 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 на данном слайде вы видите соотношение у каждой из обследованных женщин числа клеток с инактивированным аллелем генов НР1 с экспансией тринуклеотерных повторов и части клеток с инактивированным нормальным аллелем поэтому мы видим что все-таки результаты указывают на то что экспансия тринуклеотерных повторов генов НР1 может вести к селекции клеток против тех где активна хромосома X экспансия почему ну можно теоретизировать что видимо вот синтез повышенного количества вот этого транскрипта да с большим числом тринуклеотерных повторов приводит к худшей выживаемости этих клеток и поэтому идет селекция клеток против тех где активна хромосома X с экспансией поэтому у нас получилась такая не случайная активация надо сказать что были клинические случаи где мы как бы смотрели и не верили что здесь нет синдрома ломкой хромосомы X это были единичные случаи и получив нормальное число тринуклеотерных повторов мы прибегали к секвенированию генов MR1 для того чтобы убедиться нет ли у детей с таким ярким фенотипом нет ли у них точковых мутаций в гене MR1 и двое таких детей на нашу прогорту мы наблюдали а еще интересно да а еще интересно то что мы наблюдали девочек с отдельными признаками синдрома ломкой хромосомы X с нормальным числом тринуклеотерных повторов в гене MR1 но при этом когда мы подвергли этих детей такому методу как хромосомный микроматричный анализ с нами были идентифицированы интрогенные перестройки в гене MR1 и два таких случая я здесь привожу в обоих этих случаях были отдельные фенетические черты синдрома ломкой хромосомы X в том числе очень специфические в том числе та самая тахилолия в том числе лицевые микроаномалии а при генетическом анализе это были дубликации нескольких экзонов генов MR1 заканчивая проблему диагностики данного заболевания я бы хотела показать вам основные этапы диагностики к которым мы прибегали итак клиника генеалогический метод позволил нам отобрать вот несколько сотен детей с подозрением на синдром хромосомы X согласно нашей строгой фенотипической шкале мы отобрали оттуда ну менее половины пациентов соответствующих 20 и более баллам далее этапом было исследование числа тренокративных повторов генов MR1 и у нас всего 40% пациентов осталось и далее мы подвергли их семьи каскадному скринингу в некоторых случаях нам пришлось провести секвенирование генов MR1 и в некоторых случаях хромосомный микроматричный анализ для того чтобы завершить диагностику а потом обследовать членов семей соответствующим методом либо хромосомным микроматричным либо сиклинированием генов MR1 вот и здесь представлены проблемы я о них уже упоминала на круглом столе поэтому позвольте не съедать ваше время проблемы в диагностике в нашей стране связаны с отсутствием активного обращения матерей-носительницы за медицинской помощью и с широкой распространенностью косвенной диагностики которые я намеренно в своей жизни не прибегала но такие дети постоянно приходят с косвенной диагностикой анализом метилирования генов MR1 на мой взгляд это не совсем правильно и надо стремиться все-таки к диагностике методом исследования числа генов MR1 и позвольте выразить благодарность тем лабораториям которые принимали участие в нашем исследовании спасибо огромное вам за доклад спасибо спасибо Продолжение следует...